Сложнее всего коронавирусную инфекцию переносят люди пожилого возраста. Им обязательно показана вакцинация против COVID-19. Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Самира Гаценко. Поговорим с ней на эту тему. Здравствуйте, Самира Фазиловна. Здравствуйте. Пожилые люди действительно сложнее переносят данную инфекцию. Связано это с множеством факторов. В первую очередь у пожилых людей ослаблен иммунитет. Плюс, как правило, пожилые люди имеют уже букет соматических заболеваний. Все это сказывается на течении коронавирусной инфекции. Есть ли статистика, насколько легче пожилые люди переносят коронавирусную инфекцию, если у них есть прививка? Точных цифр я назвать его не могу, но опираясь на собственный опыт, так как каждый день, если это вызыва, мы отслуживаем по 25 пациентов на приеме. Это порядка 60-70 человек. Я могу сказать точно, что привитые пожилые люди, приходящие на прием или обращающиеся на даму за медицинской помощи, как правило, переносят эту инфекцию ковидную, как ОРВИ, то есть без таких опасных осложнений, как пневмония. Насколько безопасна прививка для лиц пожилого возраста? Прививка проверена, протестирована, прошла множество испытаний, поэтому она безопасна для пожилых людей. Есть лишь некоторые ограничения, такие как обострение хронических заболеваний и наличие инфекции, которая остро протекает, да, вот на данный момент конкретно у пациента, человека. Если этих моментов нет, то прививка абсолютно безопасна. Есть ли отличия в процедуре самой прививки для молодых и для пожилых людей? Нет, отличий абсолютно никаких нет. Пациент приходит в пункт вакцинации или в кабинет, осматривается доктором-терапевтом, при отсутствии противопоказаний ставится прививка, все. Прививок также две, правильно я понимаю? Да, первый компонент и второй компонент. Важно знать, что антитела после первого компонента вырабатываются в течение 6-8 недель. Ну, как мы знаем, многие пожилые люди, они, скажем так, не совсем дружат с современной техникой, да? Мы знаем, что можно записаться через интернет и прийти на пункт вакцинации. А пожилому человеку как можно записаться? Наиболее доступный способ какой? Мы всем идем навстречу и в пункте вакцинации, который, да, тут есть в различных частях города, в точках, нигде им не откажут. Даже если пациент не записан, он приходит и говорит, я хочу вакцинироваться. Там всегда есть доктор, медсестра, проводится осмотр на месте и сразу же пациент отправляется на прививку. Ну, я предлагаю вот вам, как врачу, в очередной раз обратиться к нашим телезрителям, в основном, конечно, пожилого возраста, с призывом прийти и все-таки вакцинироваться, потому что это действительно большая забота о здоровье. Я хочу призвать вас всех к вакцинации, особенно пожилых людей, обратить внимание на этот важный момент, так как сейчас эпидобстановка очень непростая. Коронавирусная инфекция действительно протекает с рядом всевозможных осложнений, поэтому нам нужно быть очень внимательными к своему здоровью, вакцинироваться, поднимать свой иммунитет, обязательно правильно питаться, заниматься спортом, побольше двигаться, дышать свежим воздухом. Все будет хорошо. Ну, я думаю, что если даже несколько человек воспользуются вашим советом, значит, наша встреча уже проходила не зря. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. А я напомню, что в нашей студии была врач-терапевт Самира Гаценко. К другим новостям.